Депутат С другой стороны, чиновники, хоть некоторые из них и выбранные, например, как городской голова, находясь на своей должности, получают за нее зарплату и несет ответственность, любую всякую, криминальную, административную и прочее. То есть, фактически, если мы говорим о депутатстве, то у него есть только политическая ответственность перед избирателями, которые его избирали, и перед исполнением той программы или тех обещаний, которые он давал своим избирателям. Стоит отметить, что депутат, который находится в Верховной Раде, депутат-мажоритарщик, а таких у нас три в городе, это Илюк, Жалобецкий и Козырь, они действительно могут получать, мажоритарные депутаты, выбранные по мажоритарному округу, могут получать государственную субвенцию. И куда ее направлять, они общаются с теми направлениями, с теми управлениями, с департаментами Николаевского городского совета, которые также за что-то несут ответственность. В том числе, департамент ЖКХ, в том числе, управление образованием, в том числе, здравоохранение и так далее. Фактически, депутат, его основная роль сегодня сводится к тому, чтобы знать лучше, чем другие департаменты и управления, что необходимо горожанам. То есть, фактически, у него должен быть список проблем, он должен обойти свой округ ногами. Несмотря на то, что каждого депутата избирали в богатомандатном выборчем округе, то есть, фактически, каждого избирали в Николаеве, а не на какой-то территории. Но территориально он подвязан в том бюллетне, который вы раздавали всем. Поэтому депутат хочет максимально, и это нормально, когда человек находится в депутатском корпусе, он получает некое доверие, и он ощущает себя человеком, который принимает решение. Ну, в всяком случае, коллективное решение. И он хочет, чтобы у него на округе происходили какие-то изменения, и, следовательно, его избрали еще раз. Потому что власть, это такая вещь, она затягивает всех, несмотря на то, что это и коллективная власть. Таким образом, депутата есть ответственность перед избирателями, но нет ответственности перед законом. И депутат, ну, точнее, он ответственный, как и другие жители, потому что депутат, это общественная нагрузка, депутаты городского совета за свою работу зарплаты не получают. Поэтому при принятии бюджета, вот именно мы на пороге с вами принятия бюджета за 2018 год, каждый депутат борется за то, чтобы в этот бюджет попало больше его объектов, больше дорог, больше чего-либо еще, или какие-то изменения происходили. В основном депутаты городского совета обращают внимание на сферу ЖКХ. Мало кто обращает внимание на культуру, образование, медицину. В основном, это те вещи, которые можно увидеть невооруженным взглядом пересечному граждану. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова